Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Серебряный призер и Олимпийских игр 2022 года в танцах на льду Виктория Синицына и Никита Кацалапов примут участие в сборах тренерской команды Сергея Розанова. Об этом Виктория сообщила в соцсети. Сборы пройдут с 11 июля по 6 августа в Астрахани. Перед тем как продолжить по традиции призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова присоединилась к сбору группы Этери Тутберидзе в Новогорске. Фигуристка поделилась фото с катка в Новогорске. Сбор группы Тутберидзе стартовал 6 июня. Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о программах для нового сезона. У него узнали будет ли он катать короткую программу а даже о в новом сезоне или будет поставлена другая. Думаю, я буду катать ее в новом сезоне. Мы специально готовили эту программу к Кубку Первого канала. После Олимпиады Адам Соли приехал к нам в Петербург на несколько дней, и эту программу быстро поставили. Музыку предложил Алексей Николаевич. Мне кажется, после первого показа этой программы на Кубке Первого канала публика оценила ее хорошо. Новую произвольную программу ставил Илья Авербух. Музыку предложил я, это корейская поп-музыка. Я уже видел информацию, что это якобы BTS. Нет, опровергну слухи. Но исполнителя пока не назову, сохраню в тайне. Программа получается интересной, мне нравится, что короткая и произвольная, разные. Классика и такой современный стиль. С Авербухом работал впервые, и для меня это бесценный опыт. Илья Авербух профессионал во всем, у него все отлажено, отработано. Меня поразило, насколько быстро была сделана музыка для программы. Он указал время, какие именно фрагменты надо взять, и через 10 минут все было готово. Да и вообще, во время постановочной работы, видно, что Илья профи во всем. Опыт у него огромный, сколько номеров уже поставлено. Когда я предложил музыку для новой произвольной, он немного удивился, но сказал, давай попробуем. И получилось, считаю, интересно, сказал Семененко. Также он рассказал о совмещении спортивной карьеры и учебы в медицинском вузе. Я долго думал, куда поступать. В Лесгов-то, конечно, мне было бы намного легче совмещать учебу и спорт. Но я также хорошо понимал, что по прошествии нескольких лет после школы, а тем более, если бы уже окончил один вуз и была бы профессия, вряд ли мне захотелось получать второе образование, поступать в медицинский и снова проходить все круги очень сложного образования еще шесть лет. В медицинском институте невозможно числиться для галочки. Первый семестр шел в ногу с однокурсниками, пропускал занятия, только когда были соревнования, но все контрольные точки и зачеты с меня требовали, я все сдавал. Зимняя сессия совпала по срокам с чемпионатом России, поэтому экзамены по химии и истории сдал чуть позже. Второй семестр получился сложнее, я пропустил месяц занятий, даже планировал брать академ-отпуск, но потом решил, что справлюсь, и практически сделал это, осталось дождать несколько зачетов, и впереди сессия. Мне на самом деле нравится, что я обитаю в двух мирах, спортивном и медицинском. Вижу людей совершенно разных, а это накладывает отпечаток на образ мыслей, менталитет и прочее, сказал Семененко. Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала о тренировках в группе Светланы Соколовской. Ранее она работала под руководством Сергея Давыдова. Фигуристка объяснила, что за испытательный срок у нее был после перехода в группу Соколовской. Для спортсменов это то же самое, что уже тренировка в группе. Тренер, грубо говоря, посмотрел на тебя две недели и сказал, испытательный срок закончен, я тебя принимаю в группу. Ничего не меняется, просто ты осознаешь, что ты в группе и все. Конечно, когда говорят, что ты на испытательном сроке, ты такой прям, нужно обязательно хорошо показать себя. И потом ты начинаешь в этом же темпе работать. На данный момент я нахожусь в группе почти два месяца и до сих пор не смогла точно перестроиться. Конечно, надо быстрее перестраиваться, и тренеры говорят. По всему, и по работе, и по отношению, это все другое, говорит Софья. Также фигуристка рассказала о Светлане Соколовской. Она очень интересная личность, очень веселая. У меня даже был момент на тренировке, вроде бы все хорошо начиналось, а потом что-то произошло, и я услышала что-то жесткое от Светланы Владимировны. Это было таким шоком. Вроде только что Светлана Владимировна такая, вот, все хорошо и тут бац, может быть чуть-чуть непредсказуемая. Я полностью поменялась, я выросла, стала по-другому мыслить. Совсем все стало по-другому. Я три месяца ничего не делала, лежала с ногой, у меня была серьезная травма. За эти три месяца поменялось в жизни абсолютно все. Очень тяжело я входила в этот сезон, потому что с ногой мы очень сильно страховались, чтобы, не дай бог, она заново не заболела. Но я прошла очень большой курс лечения в Москве и сейчас продолжаю проходить в Кисловодске. На данный момент вроде бы все хорошо, потихоньку восстанавливаем прыжки, поставлены программы, все отрабатываем, сказала Самоделкина. 23 июня Александра Трусова празднует день рождения, ей исполняется 18 лет. Трусова, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, на ее счету также бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года и две бронзы чемпионатов Европы. Она дважды побеждала на юниорском чемпионате мира. Трусова, первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях четверный лутц, тулуп и флип, и вторая, прыгнувший четверной сальхов. На тренировках Трусова исполняла также тройной аксель и четверной риттбергер. С 2016 по 2020 год тренировалась в группе Этери Тутберидзе, затем провела один сезон в Академии Евгения Плющенко, а в мае 2021 вернулась в Хрустальный. Фигуристка рассказала, как празднует день рождения и есть ли грустное ощущение, что детство закончилось. Нет, грустного точно нет, я очень рада. После Олимпиады я ждала этого дня рождения, очень рада этому дню. Самым первым, кто поздравил, был Марк Кондратюк, потом родители, признается фигуристка. У Александры спросили, чем она больше всего гордится в спорте за эти 18 лет. Двумя вещами, первая юниорским миром, вторая прокатом в произвольной программе на Олимпиаде, ответила спортсменка. Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о работе с российскими танцорами Нальдудианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Ришо поставил Дэвис и Смолкину программу для нового сезона. Это программа про Глеба и Диану, про эту пару, их историю и индивидуальные характеры. Когда вы создаете что-то, связанное с исполнителями, это всегда делает постановку правдивой, эмоциональной и подлинной. Она не выглядит поверхностной. Думаю, наш творческий процесс помог фигуристам выйти за рамки того, что они привыкли делать. Они поняли, что могут открыть не одну дверь, а тысячу дверей. У них есть уникальный дух, который проявляется в программе. Я не хочу раскрывать все секреты постановки, так как она принадлежит исполнителям. Я лишь помог воплотить идею в жизнь. Единственное, что я могу сказать, танец о самих фигуристах. Я увидел, что этот молодой и многообещающий дуэт хочет раздвинуть границы фигурного катания. Полагаю, они обратились ко мне именно поэтому, ведь я разделяю такой интерес. Глеб и Диана просто феноменальны, они в отличной спортивной форме, причем не по отдельности и индивидуальные способности каждого работают вместе, чтобы создать нечто еще более мощное. С художественной точки зрения они исключительны. Еще мне нравится, что фигуристы живут реальностью, для меня быть на связи с реальностью, означает понимать, что вам нужно делать и когда вам нужно подтолкнуть себя в другом направлении. Диана и Глеб имеют все, о чем можно мечтать в паре. Они трудолюбивы, слушают и широко мыслят, смотрят в направлении, отличном от других фигуристов. Я бы сказал, это удивительно для танцев на льду. Мне кажется, все хотят выглядеть одинаково, а эта пара нет, говорит Решо. Также он рассказал, как проходило общение с тренером Этери Тутберидзе во время постановки программы для ее дочери Дианы Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина. Этери присутствовала на катке во время создания этой программы. Прежде всего, в роли мамы Дианы, проводника, который оказывал поддержку. И конечно же выдающегося и очень опытного тренера. Я больше общался напрямую с Глебом и Дианой, так как моя работа всегда сосредоточена на конкретных хореографических потребностях спортсменов. Этери же относилась к рабочему процессу с большим уважением. Я чувствую, что каждый день и каждый опыт, это процесс обучения. Я твердо убежден, что надо извлекать из каждой встречи все самое лучшее. Мне повезло получить такой чудесный опыт с Глебом, Дианой и Этери. Я был рад вести содержательные беседы с Этери, делиться нашими идеями о фигурном катании, его прогрессе и будущем, сказал Решо.